Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре воблер от фирмы BAT, которая называется Curious Mino Поставляется в такой вот черно-серой упаковочке Довольно-таки лаконично выглядит Есть логотип фирмы Информация о том, что стоят крючки Mustat На обратной стороне сказано, что внутри имеется балансировочная система MagForce Баланс, стоят очень острые крючки И использовать данный воблер нужно только для рыбной вловли И информация по самому воблеру 11 грамм вес Заглубление указывает производитель до 1,5 метров Длина 80 миллиметров И расцветка моя любимая 266 У воблеров BAT Мне данная расцветка очень и очень нравится Вот такая вот поднатурального малька Но при этом имеющая такое довольно-таки яркое провокационное пузо Спинка черная и бока синие Серебряные На сайте есть выбор из 11 расцветок Есть подокуни Есть яркие кислотные расцветки для провокации рыбы И есть такие натуральные расцветки, которые напоминают малька В данной расцветке очень даже похоже на небольшого такого малечка Есть имитация чешуи воблер рельефный Есть небольшая такая боковая линия Очень детализированно сделана голова приманки Жаберная крышка Рот такой как будто немножко приоткрытый И выразительные 3D глаза стоят на данном воблере Воблерок по своей форме вроде бы как минул Но имеет такое довольно-таки высокое тело Но скорее всего отнести его и по названию и по форме ближе к минул И в принципе отличается от многих производимых воблеров Имеет такое необычное округлое тело По игре я бы сказал, что это более такая кренковая игра И данный воблерок очень неплохо себя показывает на равномерке Лопатка у воблера вот такая вот треугольная И является продолжением непосредственно самого воблера У нее угол отклона не совсем большой И поэтому заглубляется она где-то, ну указывается до полутора метров Но если на быстрой равномерке, то может настолько уйдет Но так в основном рабочая глубина у него где-то около метра Оснащается двумя тройничками от фирмы Mustad Короткая ножка, широкий довольно-таки поддел И очень даже неплохая для бюджетных крючков заточка Петли на воблерке вроде бы неплохо так залиты Отверстий я никаких не вижу Воблер шумовой, имеет такой глухой звук Такие как будто там крупные шарики И в принципе я думаю даже с больших расстояний будет данным шумом привлекать рыбу Системы дальнего заброса нет Но воблерок в принципе такой компактный Имеет неплохие аэродинамические свойства Тяжелый и лететь должен довольно-таки неплохо и четко Длина 80 мм является такой универсальной И данный воблерок можно использовать для ловли ночного судака на медленной равномерке И на твичинге вдоль кувшинок По травке можно ловить им и щуку Но и окунь если увидит перед собой данный воблерок Тоже не откажется себе в удовольствии клюнуть Ну можно даже попробовать на него половить жерех Но для этого есть более специализированные воблера Поэтому в основном это судак, щука и крупный окунь Воблерок очень бюджетный Еще я вспомнил, забыл сказать Здесь в спине есть такое необычное отверстие Через которое будет проходить вода И на равномерочке данный воблерок будет еще дополнительно создавать такие акустические эффекты И рыба тоже их будет воспринимать как своей боковой линией И тоже реагировать на данный раздражитель Такая вот интересная, совсем недорогая приманка От фирмы BAT Curious Minnow Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok